Вас интересует, как укрепить ваше здоровье, ваш иммунитет, долголетие, как усваивать лучше витамины, минералы. Вопросы в огромном количестве приходят от вас каждый боже день, ребята, за что гигантское спасибо и благодарность. Искренне, абсолютно мой нижайший поклон. И сегодня мы поднимаем тему яблочного уксуса. Дополненное, расширенное, максимально понятное видео, почему яблочный уксус так популярен, почему вот такое количество людей пьют, кому он поможет, кому он вреден, какие благостные качества, что это вообще такое. Сейчас будем с вами обсуждать, поэтому обязательно со мной оставайтесь в течение всего прямого эфира. Меня зовут Алексей Ворон, я автор, ведущий детолог, уже много лет работаю на ваше здоровье в этих подкастах вживую, которые выходят. Ребята, надеюсь, вам будет сегодня интересно. И, конечно же, как всегда, мы берем первую часть этого видео, которое делается вживую, еще раз вживую. И мы ее посвящаем вопросам, которые вот на повестке дня. Дальше берем вживую ваши вопросы и будем в рамках нашего чата вас консультировать. Пожалуйста, не забудьте поставить большой палец наверх, обязательно подписаться. И поехали. Итак, яблочный уксус, ребята, безумно популярная тема. Очень много людей поднимают его, там разные, скажем, фитнес-блогеры. В разных журналах сейчас много публикуются, которые посвящены здоровью. У нас в Чехии, например, я только вчера был в супермаркете, и журнал «Здоровье и красота за 50 у женщин». И статья «Как яблочный уксус может тебе помочь оставаться молодой и красивой, даже когда ты в зрелом возрасте». Да и вот я много говорю с вами регулярно о яблочном уксусе, но давно у нас не было обновленного дополненного видео, которое я очень хочу сейчас с вами и реализовать. Значит, смотрите, для начала, что такое яблочный уксус, да? Что такое, как получают яблочный уксус? Внимательно, яблочный уксус готовят из яблочного сока или сидра. Сидра – продукт производится путем добавления культур молочнокислых бактерий, значит, подвергается процессу ферментации этот продукт. Яблочный уксус весьма распространен в разных кухнях мира и прочая другая история. Он используется там для соусов и прочих других. В принципе, его пить полезно. И опять же, пить не в чистом виде. То есть яблочный уксус не используется внимательно в чистом виде. Он вызовет у вас ожог, потому что он имеет специфический PH. А какой PH, мы с вами сейчас обсудим. Значит, смотрите. Apple cider vinegar drink. Мы с вами сейчас напишем. Вот так. Напиток, ребята, делается с водой. Напиток может быть приготовлен с добавлением корицы без проблем. Хотите туда добавить какие вам нравятся специи? Кто-то добавляет туда такой зимний формат, кто-то добавляет туда там осенний формат. Вы можете добавить туда сок лимона. Вы можете добавить туда мед. Если хотите, только немного и лучше мед мануки. Вы можете подсластить его эритритолом или стевией, или с какими-нибудь сахарозаменителями. Вы можете сделать коктейли из него. Но вы никогда не пьете яблочный уксус в чистом виде. По одной простой причине. Потому что, естественно, он имеет достаточно крепкий PH. И фишка с PH у яблочного уксуса, вот она. А что такое PH для тех, кто не понимает, не знает, да? Смотрите. У вас есть в теле, и вот здесь огромное тоже, скажем, заблуждение, распространенное такое, ну, скажем, я не знаю, откуда оно вообще лезет. Ну, вот какое-то такое вот, да, вот, желание все щелачивать. Есть какие-то ролики в Ютьюбе, да, которые вы, люди, смотрите, и насмотревшись роликов, приходите к нам, дальше пишите, Алексей, закислять организм нельзя, закисление означает болезнь, нужно все щелачивать. Я не знаю, кто распространяет эту историю, но, еще раз, ребята, у каждой части вашего ЖКТ, например, если мы возьмем, есть свой определенный PH, то есть кислотность, нейтральный или немного пониженный в ротовой полости и ведущий через ваш пищевод в желудок. Желудок имеет PH от полутора до двух, категорически важнейшие цифры, которые вы должны запомнить, так как если у вас не будет корректного PH, вы ничего не усвоите, у вас будет изжога. Дальше, внимательно, в тонком кишечнике у нас с вами PH повышается до нейтрального, 7,2-7,5, и это происходит благодаря корректной работе поджелудочной, и дальше у нас в толстом кишечнике еще более щелочной. То есть, понимаете, какая штука? От немного кислотного во рту до катастрофически разъедающего все подряд в желудке до щелочного в тонком и толстом кишечнике. У каждого отдела в вашем организме, который относится, сейчас мы говорим, ну, конкретно, если мы будем говорить о непосредственно переваривании, свой PH, и свой PH должен быть там всегда, потому что это непосредственно влияет на флору бактериальную, и непосредственно влияет на функцию того или иного органа. То есть, вам не нужна кровь с некорректным PH, вам не нужна кожа или вам не нужны какие-то органы, у которых неправильный PH, потому что там будет или дисбактериоз, или бактерий будет слишком много, они будут слишком агрессивными. И вот смотрите, какая штука. У вашего желудка, что важно очень понять, PH, вот здесь, видите, очень крепкий, то есть, по шкале PH кислотностей. У нас с вами, например, супер щелочные такие продукты, как, да, там, сода, например, да, какая-то, она имеет сумасшедший положительный PH. Ваша вода питьевая, это PH-7, точно так же, как кровь. Например, помидор, или вот здесь вот будет у нас по шкале, там, наш лимон, они относительно кислые, но самым кислым является PH вашего желудка, то есть, единица. Почему это происходит? Почему PH в желудке должен быть таким крепким? Потому что у желудка есть несколько категорически важнейших функций, первая из которых не дать вам умереть. Понимаете, какая штука? Если желудок, ребята, не будет иметь вот здесь внутри, когда вы поместили пищу съеденную, полтора PH 1.5, вы не сможете погубить все патогены и преподготовить пищу к усваиванию и перевариванию. Вот это супер важно. Если не погубить патогены, которые в пище находятся, они нас убьют. То есть, это разного рода инвазивные негодяи. От вирусов до инфекций, от нехорошо там помытых, например, рук, которыми вы дотрагивались где-то, и какая-то бактерия попадает с пищей, которую вы кусаете. Ваш желудок выполняет категорически важнейшую функцию защиты вашего тела от инвазивных разных негодяев. И PH нам нужен для того, чтобы мы могли усваивать неорганические соединения. Значит, минерал значит, энд витаминс. Значит, смотрите, какая штука, ребята. Минералы о каких минералах вообще идет речь. Допустим, вы вот взяли какой-то такой, да, там, продукт для переваривания. Это может быть органический какой-то продукт или более такой челленджин для вашего переваривания, там, кусок мяса, да, meat diet. Вот представьте, что происходит, когда вы берете, например, посолили, поперчили, взяли ваш кусочек мяса, ваш стейк, да. Вот этот PH, в желудке крепкий, кислота, он готовит эти минералы к усваиванию. То есть, если нет корректного PH, минерал, например, железа, он не может быть усвоен из мяса. и автоматически, когда я вам показываю разные фотки продуктов животного происхождения, белков, да, вот этих, и автоматически у вас тухнет любой из возможных интересов к продуктам животного происхождения. Нет аппетита вообще, в принципе. вообще не возбуждает идея съесть кусок мяса. У вас от него тяжесть, начинаются комментарии, я не мясная, там девочки пишут, еще вот какая-то чепуха. Происходит это, потому что PH повышается в желудке, и у вас он не так как должен быть в желудке, а мы видим, что он должен быть в желудке полтора, а он становится три, три с половиной, и это приводит к тому, что аппетита нет к продуктам животного происхождения, вы их не можете усвоить и переварить, и поэтому вам не хочется естественно их. И дальше мы видим наблюдающиеся по цепочке анемия. Дальше у нас не усваивается за то, что PH слабый для щитовидки минералы, йод, селен и цинк, которые катастрофически нуждаются в корректном PH. То есть нет нормального PH в желудке, не могут усвоиться минералы, которые дают тебе там возможность организму образовывать гемоглобин новый, строить красные кровяные тельца, нет возможности поддерживать корректную работу щитовидки, не будут усваиваться и будут уходить там электролиты толком, не могут усвоиться никакие. И дальше мы имеем кучу побочек. Ну а первую побочку, которую вы видите, это изжога. Изжога, это что такое? Это изжога, когда у вас вот в этот пищевод, мы с вами сейчас обсудили, вот ваш желудок должен иметь полтора-два PH, а видите, вот этот мягкий такой вот пищевой тракт, ваша трахея, она имеет PH 6-8. То есть это мягенькая такая ткань, очень нежная. и когда у тебя заброс идет наверх из желудка, да, вот этого соляной кислоты, ты чувствуешь изжогу. И вот дальше поступает комментарий из области «Я чувствую, что мне печет, у меня повышенная кислотность». И вот здесь, ребята, у вас как раз номинально на шкале у вас PH выше. То есть если PH выше в желудке, чем должен быть, должен быть полтора, мы поняли, а он у нас, например, два с половиной-три, верхний желудочный сфинктер не закрывается, идет заброс в пищевод. И что вы делаете дальше? Вы дальше добавляете соду или какие-то продукты, которые ощелачивают. Значит, сода, дринг, соду мы берем с вами, которая имеет относительно очень PH выраженный, не как бы максимальный PH, то есть не супер там ощелоченный на уровне 15. Но смотрите, сода от изжоги. Почему она работает? Вы берете вот эту историю сода, вы берете воду, вы берете вот этот напиток и он вам шикарнейшим образом избавляет от любого намека хоть на какой-то рабочий PH. То есть у вас должно быть полтора в желудке, а у вас три желудки, что ожигает вам пищевод. Вы пьете соду с водой, которая вам поднимает его до нейтрального 5-6 и дальше у вас вообще ничего не усваивается. То есть от слова совсем ничего не усваивается. Пища будет не до переваривания. Но зато у тебя нет дискомфорта из-за забросов в пищевод. И вот здесь смотрите, пищевая сода способна нейтрализовать кислоту, из-за чего ее часто пьют во время изжоги. Однако прием соды может быть чреват серьезными побочными эффектами из-за нарушения кислотно-щелочного баланса в организме. То есть снимать изжогу лучше другими средствами. Зато содой можно полоскать горло, когда оно болит. И вот вы ощелочите, но вы дальше ничего не усвоите. И у вас верхний желудочный сфинклер будет по-прежнему открыт, и вы теряете всю возможность переваривать. И вот здесь вступает яблочный уксус в свою законную юрисдикцию. Яблочный уксус, который мы берем с вами, и у яблочного уксуса PH не полтора. Если мы напишем какая кислотность у уксуса, значит, уксусной кислоты, ну, у яблочного уксуса, вот. Смотрите, значит, с белым мясом, птицей сочетается, бла-бла-бла, есть 4-5-6-процентный у вас концентрат. Вы берете всегда 5 процентов, этого достаточно. Но если у вас так получается будет 8-процентный, просто берите его меньше. Ребята, PH у яблочного уксуса 2,5-3. У вашего желудка полтора. То есть ваш желудок более кислотный, чем яблочный уксус, понимаете? Вы не можете себе навредить им, но яблочный уксус может помочь стенкам желудка вырабатывать лучше соляную кислоту и помогает энзимам вырабатываться. Вот если мы с вами посмотрим на настоящий желудок в медицинской академии, вот так выглядят внутренние стенки настоящего желудка. Настоящего, да? Когда-то был живой человек. Сейчас покажу. и мы с вами открываем anatomy lab. Значит, сейчас я вам покажу anatomy lab. Сейчас я моего любимого открою парня, который здесь просто красавчик. Смотрите, the anatomy lab. Сейчас мы с вами откроем. и вот тут у нас куча-куча-куча препарирований, тут кости, кожа, прочая вся история. Вот смотрите, у вас здесь значит вот так. Смотрите, как интересно. Вот здесь, смотрите, я сейчас даже заглушу английский, вот это вот сфинктор нижний желудочный когда-то живого человека. А вот сверху у нас верхний желудочный сфинктор, он должен как бы тормозить, да, то есть ты съел, оно у тебя держится внутри. Переварилось, оно у тебя пошло значит в тонкий кишечник. И сейчас я найду для вас очень интересный значит видео. О, вот он, смотрите. Вот наш с вами, смотрите, кишечник когда-то живого человека, размотанный, тонкий. Вот там у нас желудок, вот наш с вами пищевод, вот у вас изображение. Пожевали, проглотили, попало в желудок, вот здесь внутренняя вот эта вот такая вот складочная ткань на яблочный уксус реагирует шикарно. И вот этот ваш верхний злочный сфинктор будет закрыт. И вот так у нас выглядит, видите, вот эти стенки, вот это когда-то бывшим живой человек имеет вот такие вот стенки, ну у вас они точно такие же стеночки этого желудка. И дальше у нас переварилось, тонкий кишечник, здесь уже у нас ощелочилось небольшим количеством энзимов поджелудочной и вот оно все у нас полетело дальше в тонкий кишечник усваиваться. И дальше бактерии, которые живут вот в этом тонком кишечнике, они помогают тебе усваивать белки, жиры и то есть аминокислоты, жиры и углеводы привносят вам клетчатку. А клетчатка это то, чем в нашем вот здесь тонком кишечнике питаются шикарные ваши замечательные бактерии и вот микрофлора. Так вот, ваш яблочный уксус, чем он хорош, чем он так полезен, чем он так замечательен? Тем, что он вот этот желудок, который у вас есть сейчас, слава богу, работающий, стимулирует на химическом уровне таким образом, что желудок начинает вырабатывать больше соляной кислоты и это опускает до полутора, закрывается верхний желудочный сфинктер и все это вы получаете благодаря простейшему элементарному напитку, там 3-4 столовых ложки яблочного уксуса можно с водой газированной, можно негазированной, натриевой, магниевой, какая вам нравится, просто с водой, только не из-под крана, пожалуйста. И дальше вы его, значит, можете там как-то подсластить, я уже раз говорю, там или медом, или эритритолом, ну, мед это пограничная история, я, вы знаете, небольшой любитель этих лишних углеводов, сахар уж тем более, просто вот в чистом виде, если вы возьмете этот яблочный уксус там, или с лимоном, или там, с корицей, можно с какими-то еще специями, и как я вам сейчас показывал, можно сделать его как такой новогодний напиток, будет классно абсолютно. Этот вот яблочный уксус, он вам даст, ну, обалденно вкусно, ребята, просто класснючий напиток такой получается, и вы можете его там в застолье, например, пить, да, вам никто в жизни никогда скажет, что вы там почему-то вина не пьешь, еще там какая-то история, и даже он расслабляет, да, такое легкое ощущение, как будто выпили вина, ну, вот такая история, или там, пьяный квас, так же его еще называют, да, ну, потому что это был процесс естественного брожения, и вот, если у вас был сначала яблочный сок, если его не пастеризировать, он бродит, и появляется у нас алкоголь, алкоголь в процессе добавления ферментации бактерий превращается в кислоту, вот это абсолютно естественный базовый продукт, то есть супер базовый, супер естественный, проще вообще в принципе ничего нет, и он очень долго хранится, его не нужно хранить в холодильнике, если вы его выбираете, берите с маткой, чтобы был мутный такой, то есть там еще немножечко энзимов больше будет, то есть, конкретно вот эта матка, она не несет в себе там конкретной цели какой-то, но чуть-чуть лучше энзимов вам будет больше, да, как бы это полезней, наверное, в плане для кишечника, даже не так для желудка, вот эти вот пищеварительные энзимы, у вас может быть прозрачный полностью этот яблочный уксус, видите, такой вот он фильтрованный будет, а также он у вас может быть вот такой вот мутный, мутный такой, видите, вот прям как вот, вот этот вот непастеризованный, органический, замечательнейший, прекрасный, очень вкусный яблочный уксус, если вы имеете чувствительные десна, и вам через трубочку пейте его, вообще никаких проблем, никаких ограничений здесь нет, значит, что он нам с вами дает, мы с вами обсудили, он нам с вами дает абсолютно шикарное, огромное количество, значит, пищеварительных энзимов, он нам с вами дает замечательное, прекрасное количество помощи, усваивать ваши витамины, минералы, и он у нас с вами, ребята, помогает от изжоги, также он помогает нам защищать организм от патогенов, разнообразных негодяев, которые будут пытаться все время к вам лезть, и, помимо всего прочего, помогает с менеджментом уровня глюкозы крови, то есть, если вы на пустой желудок берете яблочный уксус, он поможет вам поднять уровень глюкогона, это такой гормон поджелудочный, который очень хорошо, вообще прям замечательнейшим образом, помогает вам, когда вы не едите, чувствовать стабильный уровень глюкозы, то есть, если особенно у вас там диабет, или у вас там лишний вес, вы хотите чуть меньше есть и пропустить прям пищу, яблочный уксус с водой, даже на пустой желудок, шикарнейшая абсолютно история, полностью абсолютно советую, да-да, еще раз да, значит, ребята, это что касается яблочного, пейте регулярно, можете пить, как вам, во сколько, все равно, он на пустой желудок полезен, потому что он вам поможет суммарно для крепости ПАЖ, после еды я его рекомендую всем, особенно у кого железодефицит, или у кого тяжесть после еды, все элементарно просто, берите органический, берите непастеризованный, берите 5%, пейте, когда вам нравится, в застолье, или пейте, значит, просто вот в течение дня, летом прекрасно залетает, как вас, осенью, зимой вы делаете из него вот такие вот осенние напитки, с имбирем и прочей другой истории, с лимоном, освежающий и холодный можно летом, а зимой и осенью можно брать такие вот, знаете, новогодние, прям со специями, всякая вот эта вот там корица, еще там какие-нибудь там прикольные всякие штуки, и его можно делать даже теплым тогда, он у вас получится прям такой, знаете, как у камина сидишь, вот эта вот новогодняя такая история, просто нет проигрышных никаких позиций, кому он не нужен? Он не нужен только тем людям, у которых открытая язва желудка, и вам нужно в этом случае пить свежежатый капустный сок, белокочанный, вам нужно брать в больших количествах натриево-лечебную столовую воду, у меня есть ролики о язвах, как с ними бороться, и беременным можно всем, кому можно, только когда открытая язва, и у нас есть прям кровотечение, и нам яблочный уксус не особо поможет, там после еды можно, чтобы лучше усваивать, но на пустой желудок, еще раз, пас желудка полтора, и яблочный уксус имеет там 2,5-3, то есть он вам не может навредить, если у вас здоровый нормальный желудок, но если у вас язва, то вы ее должны натриевой водой и капустным соком на пустой желудок лечить, восстанавливать, и только так этот вопрос решается, отдельное видео о язве у меня есть, которое я вас прошу обязательно провести, ребята, сейчас прошу палец наверх поставить, обязательно подписаться, а все те, кто у нас с вами приходит как гости канала, прошу вас обязательно под роликом поставить большой палец наверх, ребята, 4 миллиона человек в месяц нас смотрят, спасибо гигантское, я прошу вас обязательно за свое здоровье продолжать дальше заботиться, так же вы как это делаете, даже лучше, и вместе мы с вами сможем этот процесс 100% поставить на рельсы, и превратить каждый день в инвестицию, пожалуйста, подписывайтесь, пальцы наверх, для тех, кто максимально своим здоровьем обеспокоен, и хочет быть здоровым до 100 лет, и не только, мы ждем вас, у нас 15 сентября стартует оздоровительный курс, ПГ-марафон, о котором вы можете узнать, вот здесь раскликивая под роликом в описании, значит, текст, здесь у нас как отправить заявку к нам в группу 15 числа, стартующую небольшую группу, которую я беру и веду уже лично, 21 день, мы ведем, естественно, всего 50 человек, а, значит, смотрит вас 4 миллиона, ребята, пожалуйста, занимайтесь своим здоровьем сейчас, занимайтесь, сделайте самостоятельные, ежедневные инвестиции, проходите мимо соблазнов, следующее видео смотрите, ради всего святого, в формате самообразования, которое я очень хочу, чтобы у вас было видео, которое я бы вас искренне попросил посмотреть, это видео называется, Алексей Ворон, в YouTube написали, и пишите, как быстро вылечить инсульиновую резистентность и метаболический синдром, это ваше видео номер один, библия здоровья, азбука похудения, таблица умножения, долголетие, это ваша основа, здесь вы боретесь за свое здоровье самостоятельно, ребята, пожалуйста, смотрите, запоминайте, может, еще раз, медикаментозно мы вас можем лечить от симптомов, но симптомы вы можете остановить, изначально адресуя гнилой корень вопроса, мы стараемся с вами пропагандировать, качать, развивать медицину 3.0, то есть предотвращение проблем до их появления, если вы действительно хотите долго жить и быть образцом в своей семье, милости прошу, подписывайтесь, будем с вами работать над вашим здоровьем дальше, поехали дальше, боремся, яблочный уксус нельзя при язве, гастрите, при гастрите можно, при гастрите вам можно и нужно яблочный уксус, гастриты, также вы можете брать капустный сок, опять же натриевую воду и прочие другие моменты, спасибо большущие ребята, значит, качество нет, нет, все абсолютно, вы можете найти качественный и 5% пастеризован, это очень простой продукт, подделывать его нет никакого смысла, потому что его, наверное, дороже подделать, чем его приготовить по-настоящему, значит, сделаю тест с йодом, полоска на запястье исчезла, меньше чем за сутки, не хватает йода, да, вы можете брать пару раз в неделю, и для тех, кто не знает, вот вы прекрасно подняли вопрос, тест на йода дефицит, каким образом делается, тест на йода дефицит, так, айодайн тест, значит, смотрите, как это делается, значит, айодайн тест, так, он скин, вы берете йод, для топического нанесения, делаете вот такой вот патч, рисуете, и у вас четко есть по времени, значит, если у вас в течение 24 часов место, где вы нанесли йод, слегка пожелтевшая, большая часть йода питалась, значит, у вас дефицит йода, вы его недополучаете по разным причинам, если он примерно такой же яркости, как был до этого, то йода дефицита нет, и можно продолжать просто в стандартном формате морепродукты разного рода брать всякие морские продукты, которые вам и дальше будут держать нормальный объем йода, но если у вас сильно тухнет вот этот патч, который вы нарисовали, вы, естественно, нуждаете больше йода, то есть из продуктов вы его не получите, вполне возможно, что вы, может быть, и получали бы, ну вот видите, сегодня тема у нас с вами с яблочным уксусом, который помогает вам минералы усваивать, йод это минерал один из, если у вас pH выше, то вы не будете усваивать этот йод, и вы будете его кожей брать, понимаете? Так, здравствуйте, поехали, берем, трудимся, инвестируем, ребята, ваше здоровье, спасибо огромное, так, просто молодцы, сижу, значит, ем арахисовую пасту с солью, значит, никакой, нет, ну смотрите, лучше вы ешьте арахисовую пасту с солью, чем вы будете есть хлеб с нутеллой и с медом, это однозначно, значит, если вам заходит арахисовая паста, это хороший продукт, просто не есть ее много, потому что она тормозит пищеварение, как любой орех, а уж в этом случае прям концентрат такой арахисовый, желательно, чтобы у вас еще яблочная, яблочный, господи, яблочная, арахисовая паста была без кокосового, пальмового масла, значит, так, нахожусь на корневоре, каждый день ем говядину, высокий гомосистеин, билирубин в норме, о чем говорит, абсолютно ни о чем, продолжайте в том же ключе, не забывайте яблочный уксус, и будет у вас все прекрасно, еще раз, продукты распада белка, коим является гомосистеин, абсолютно для вас не являются проблематичными, если вы на четко выверенном корневоре, и вы едите качественно, нормальное мясо, все, абсолютно никаких проблем нет, чемпионы мои, низкий кальций, значит, сыпятся зубы, волосы выпадают, чуть суставы беспокоят, ну вот, прекрасно, замечательно, у нас был ролик недавно, волосы, зубы, ногти, какие вам минералы нужны, да, кальций, ну, лактатная форма, не карбонатная форма, да, Д3 и К2, да, обязательно вы должны усваивать, опять же, одно дело принять витамины, другое дело, как бы, принять, и дальше что, окрасить мочу в унитазе, смотрите, ролик был буквально, вот, 3-4 дня назад, о витаминном, минимальном наборе, посмотрите его, я вам сейчас покажу, как он называется, минимальные витамины, когда их пить, чтобы вот эти все дефициты ваши, закрыть, так как вы видите, как получается, вы просто, ну, рассыпаетесь на ходу, значит, вот это видео, я вам сейчас покажу, оно называется, вот так, смотрите, минимальный набор витаминов на каждый день для здоровья и продуктивности современному человеку, Алексей Ворон, можете туда еще приписать, Алексей Ворон, минимальный набор витаминов в Ютубе, посмотрите, или вот в инстаграме, вы можете спуститься вниз по нашей беседке роликов и найти эту аватарку, это видео доступно, посмотрите, пожалуйста, и начните пить то, что вам действительно нужно, по жалобам, и только не мультивитамины, мультивитамины, это тотальное, беспросветное днище, абсолютно коммерческая помойка, мультивитамины, вы берете, и они профессионально, обалденно, качественно, красят вам мочу, понимаете, какая штука, так, поехали дальше, ТТГ пониженный, Т3 норма, значит, да нет, не в космосе, абсолютно, два раза берите в неделю вот этот йод, теленцинк, и будет у вас все хорошо, достаточно, 43 года, женщина, все советы соблюдаю, держу, значит, нет менструации, полгода, какой вес, то есть, если вы полгода делаете, а у вас, например, по-прежнему, да, лишних там, 35 килограмм, или, например, у нас там по-прежнему щитовидка уничтожена лишняя, да, какие-то у нас, больше информации, анализы в идеале смотреть, понять, если у нас, например, там, классическая минорея вторичная есть, то есть, все эти моменты нужно обязательно адресовать, так, поехали вниз, спускаемся вниз, чемпионы мои, и работаем, щитовидка, где щитовидка, если отсутствует цикл, самая распространенная одна из историй, это вторичная минорея, может ли дефицит витаминов группы В, вызвать сердечные сбои, смотрите, В1 и В6, категорически важны для стабилизации и расслабления и релаксации, если у вас, например, дефицит В1, В6, да запросто, абсолютно может быть нарушение сердечного ритма, ну, точно то же самое можно сказать и о целой пачке других, например, там, которые нужны, корректный баланс электролита, у вас, смотрите, натрий, калий, магний катастрофически нужны для корректной работы любой мышцы, если у вас нет натрия, калия, магния в вашем рационе, в правильном объеме, точно так же будет ваше сердце оставлять делать лучше, потому что сердце – это мышца, любая мышца без баланса электролитов будет страдать и без балансов, да, то есть самое простое – это пить много натриевой воды, брать перед сном магний, стабильно стараться, чтобы качественные напитки были в вашем рационе. Не могу пить яблочный уксус, значит, более концентрирован, чем чайная ложка на стакан, очень кисло, ну, так вам кисло, потому что вы, во-первых, какого производителя вы берете, вам нужен 5-процентный, органический, такой мутненький, яблочный уксус прекрасный. Ну и плюс у вас, может быть, индивидуальная там история, пейте с трубочки его, да, то есть если вам попадает на рецепторы и вам кисло-кисло, то есть скорее всего вы там и лимоны нормально не можете есть, скорее всего вам там, да, какие-нибудь, ну, у вас такая высокая чувствительность кислятиня такой, да, ну, кто-то там очень чувствует сильно острое, не могут люди острое есть, кто-то очень чувствует сильно прям пряное такое, да, какие-то там, я там, например, сильно куркумин чувствую, прям даже когда, если он рядом лежал, я прям сразу его чувствую. Ну, у вас вот такое ощущение, да, берите трубочку, вы от одной чайной ложки не получите никакой пользы. То есть я вам показывал видео, как я пью яблочный уксус, сейчас я постараюсь вам его найти, я вам покажу, как я пью яблочный уксус, и это достаточно концентрированный напиток, это достаточно концентрированный напиток, с вашей чувствительностью, вам вообще глаза на лоб вылезут. Так, Девинг, а ну-ка, сейчас посмотрим, 3-4 столовые ложки, а то и даже больше, да, я просто на глазочечек вообще, вот смотрите, показываю вам. Так, сейчас я сделаю звук. Алексей, как вы расплавляете, как вы, значит, делаете ваш напиток, я вам шампанского, ребята, значит, вот здесь у нас органический био-яблочный уксус с маткой, с осадком, смотрите, значит, примерно там, 2 я беру себе столовые ложки, супер абсолютно, кто-то берет одну, когда мы говорим о промежутке до первого приема пищи, то я беру на магниевой воде, вот как сейчас я вам показываю, и добавляю его просто сюда, можно дать дольку лимона, но не выдавливать, можно приготовить на... Вот так, запросто абсолютно, сделали, и молодцы, здоровье, польза, и все шикарно, значит, от души нужно налить его туда, понимаете, там, 2-3-4 столовые ложки, понятное дело, если вы много, ну, он реально будет приторный, но постарайтесь, да, там, хотя бы 2-3, подскажите, пожалуйста, 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 можно ли по показателям, по сожженным калориям на тренировке на часах, MS Fit, GTS 4, я понятия не имею, что это такое, я знаю, Apple часы считают адекватно, по одной простой причине, потому что у вас есть указанный рост, вес, возраст, и Apple часы считают очень точно калораж, очень точно, шаги и прочую всю историю, если у вас там какой-то фитнес-браслет, смотрите, на самом деле, если смотреть, как бы, ну, в суть, как бы, да, этой истории, часовая тренировка с хорошей отдачей, ну, прям хорошей отдачей, где у вас пульт там 120, средний, пики с до 160, и там, ниже 100, вы стараетесь его не отпускать, это, имеется в виду силовая тренировка, вы за такую тренировку, если вы весите 55 килограмм, потратите калорий 500, если высокоинтенсивная, низкоинтенсивная, силовая, конечно, меньше, там, 250-300, на дорожке за 60 минут, угол 5, скорость 5, вы потратите от 400 до 650 калорий, в зависимости, опять же, от вашего веса, можете сильно не заморачиваться этими часами, если они у вас, ну, как бы, понятное дело, мы не можем там купить эти дорогие часы, эти Apple, мне их вообще подарили, вот эти, да, я как бы безумно этому рад, потому что они стоят чертову кучу денег, я бы сам себе, наверное, не купил, ну, очень дорого, и обычный Apple, там, 8 и 9, я вот ходил сколько лет, с одними и теми же, у меня была Apple Watch 3, а потом у меня был Apple Watch 8, и вот я за все эти, там, 10 лет, только две пары часов себе купил сам, и они прекрасно работают, и отлично считают, отличнейшим образом, здесь вот близкие подарили, как бы, ультра, и они работают просто потрясающе, держат батарейку нереально вообще абсолютно, так бы я прекрасно ходил с этой восьмеркой, и если у вас есть возможность, да, там, Apple взять недорогие, какие-то старенькие, ну, как старенькие, технологии во всех у них прекрасные, совершенно кшибательные, понимаете, если у вас Apple телефон, то вы можете подключить, там, к ним, там, седьмые, шестые, восьмые, там, часы, которые вы можете купить, там, по распродажам, относительно, незадорого, и они реально будут для вас хорошим таким помощником, да, ну, в этом плане интерактивность, потому что, я, смотрите, я вам всегда показываю, часы всегда на мне, и они всегда, ну, для меня, вот такая, скажем, не то, чтобы я без них там не могу, но с ними, получается, вот если я открываю, за этот год, например, смотрите, вот я вижу, да, на мне каждый божий день, часы висят, и вот я вам показываю, да, там, у нас, смотрите, 24-й год, и у нас там 13 тысяч шагов, видите, за весь год 13 тысяч в среднем шагов, потому что на мне всегда висят часы, они всегда контролируют количество шагов активности, я уверен, что у меня, как бы, такой, знаете, за спиной небольшой судья стоит, и даже вечером, когда я там не доходил, 8-7, там, 6 тысяч, я стараюсь догнать вот эти до 10, да, чтобы они были до 10 тысяч, догнать этот объем шагов, большую часть дней я тренируюсь, поэтому оно набирается стандартно, там, и большее количество, а, например, вот если я вам сейчас улечу куда-нибудь назад, ну, например, там возьмем, смотрите, там, переходной, там, не знаю, 18-й год, чисто так, пальцем в небо, 16 тысяч шагов в среднем в 18-м году, видите, каждый божий день в среднем в 18-м году у нас 16 тысяч шагов, ну, это же просто как, ну, вообще, а если там еще назад мы с вами куда-нибудь пойдем, так, 16-й год, смотрите, 11 тысяч шагов, 16-й год, 11 тысяч шагов, то есть все эти годы я стараюсь таскать на себе или просто телефон, или эти часы, они для вас, понимаете, сами по себе они ничего не решают, но у вас как такой, знаете, какой-то азарт, что ли, можно сказать, появляется, этот азарт, он тебя провоцирует все время, тебе хочется действовать и собрать эти шаги, там, закрыть вот эти вот круги, да, по активности, и, соответственно, у тебя тело будет адаптироваться к этой нагрузке, хорошо, тонусы, так, поехали, берем дальше наши замечательные вопросы, подскажите, пожалуйста, семечки вредны, пачка за вечер, я понимаю, что это заразная какая история, как бы вы там сидите, кушаете семена, причем, да, как бы почищенные, неинтересно, хочется самому открывать, да, какой нет-то вес, то есть если у вас там пачка семечек, 200 грамм, шелухи 100 грамм, 100 грамм семян, которые дают вам 600-500 калорий, да, то есть не забывайте, что семена подсолнечника при всех их пользе, да, то есть это нормальный, хороший, качественный продукт, там у них много белка, много жиров, но в них много калорий, помимо всего прочего, то есть любые семена, это ну прям невменяемое количество калорий, любые орехи, любые семена, и если вы их едите, рассчитывайте на то, что они добьют ваш калораж за день, и да, вы там одну, вторую, третью, сотую, двухсотую съели, и как бы вы не заметили, как вы там полтысячи калорий утоптали, понимаете, а это полтысячи калорий, понимаете, это очень много, полтысячи калорий, в ста граммах, которые незаметно залетают, все абсолютно, вы сидите, смотрите кино, и там эти семечки лускайте, и у вас просто пятьсот калорий, ать, а потом, о боже, почему на весах у меня там плюс, а куда девать эту энергию, даже супер калорийно плотная история, если вы можете себе позволить, и у вас вес не идет наверх, пожалуйста, кушайте ради всего святого, прекраснейший продукт абсолютно, никаких проблем здесь абсолютно нет, в плане там пользы, да, какой-то, ребята, пожалуйста, пальцем наверх подержите, и обязательно подписывайтесь, потому что каждый божий день мы с вами работаем над вашим здоровьем, каждый божий день мы с вами трудимся ради вашего будущего, ради того, чтобы ваши семьи были здоровы, и единственное, что я прошу, подписываться ради того, чтобы каждый день я мог продолжать с вами делиться этими знаниями, и единственное, что меня интересует, отдать вам инструменты ради вашего здоровья и долголетия. Скажите, сколько можно яблок в день? Смотрите, не перебирайте углеводы, в коих мы стараемся до 15%. Если вы на хардкорном кето, это 10%, с поправкой на клетчатку будет где-то процентов 5. То есть, 350 калорий из углеводов, то есть, до 100 грамм углеводов, если это зеленолиственные, если это салаты и прочие, там всякая разная другая история, вообще до 200 в перерасчете на чистые угли. С низкой гликемией. Но сейчас она у вас грузит, какая-то гликемия, какая-то там еще тема. То есть, боже, я там ничего не понимаю, у меня там не получается сосчитать еще какая-то тема. Смотрите, вы можете безлимитно, безлимитно абсолютно баловаться салатами, какие вам нравятся, помидоры, огурец, лук или куча зеленолиственных, что угодно. Безлимитно вы балуетесь этими салатами. Никогда в жизни вы не перейдете углеводами. Вы можете безлимитно баловаться, но не на пустой желудок, ягодами. Ягоды, которые вы будете прям беспощадно наказывать, но еще раз, после основного приема пищи. Потому что если не было основного приема пищи, вы можете на ягодах так оторваться, что вы съедите килограмм. Это уже много. 300-400 грамм этих ягод вы можете съесть, они никогда вам не навредят. Главное, без сахара. И без сахарной пудры. Сейчас я говорю, Алексей, а можно я немножко сахарком посыплю мою облепиху? Я говорю, какая вообще, кто здесь? Никакого сахара не должно быть. Облепиха это супер ягода. Если вам она кислая, ну извините, берите не кислую. Нельзя ни в коем случае. Яблоки сами по себе, 2-3 без проблем. 4 даже, если вы там весите больше 75 килограмм. В них достаточно много клетчатки. И относительно низкая гликемия. Но опять же, не первым приемом пищи, потому что и фруктозы в них до черта. То есть, если вы не ели сегодня, и вы начинаете с яблок, то вы наедитесь этих яблок штук 5, и они вам дадут относительно высокий всплеск этой глюкозы. Потому что это, помимо всего прочего, это углеводистый продукт. Да, там пектин, да, там какая-то клетчатка, но ее не так, чтобы супермного, как там в ягодах, например, или как, например, в салатах, да, в каких-то. Поэтому яблоки там 2-3 запросто относительно больших. Действительно ли мед манука очень полезен для профилактики ОРВИ? Нет, он не полезен для профилактики ОРВИ. Для профилактики ОРВИ полезно иметь хорошую крепкую иммунную систему. Вот что полезно, да. То есть, вы же не будете есть каждый день по столовой ложке меда манука в ожидании простуды или гриппа. Потому что манука, мед, да, он имеет антибактери... Господи, противовоспалительные, антибактериальные свойства. Но вы его держите в доме, если у вас есть возможность его купить, настоящий. Например, там, когда прям шапка горит. Для детей лучше, да, лучше там дать им рассосать пол чайной ложки или чайную ложку перед сном или днем, когда болит горло. Для взрослых, еще раз, всегда лучше полоскание с ионами серебра, коллоидное серебро. Вот это самое лучшее вообще, что может быть, потому что там нет углеводов, в принципе. Прополоскали, пропшикали, и тот же антибактериальный эффект, как у меда манука, только без калорий. Но, еще раз, для профилактики, чтобы, когда пришел патоген какой-то, да, чтобы пришла какая-то зараза, когда вам к вам в жизнь, да, ну, даже жизнь, никто не застрахован. Все мы с вами находимся в ситуации, вот, например, у меня трое детей, да, сейчас учебный год. Вот, сто процентов. Первую неделю, как вот сейчас начнутся, вот, походы в школу, сто процентов я сейчас прочувствую, что какая-то, да, зараза пришла. Остановим ли мы эфиры из-за этого? Или будем лечиться всякими разными, там, гриппексами, колдрексами? Нет, конечно же. Я каждый день хочу, чтобы вы делали точно так же. Смотрите, у вас нормальная еда, без всплесков инсулина, которая не провоцирует ваш иммунитет, и у вас уже иммунная система без лишних провокаций будет значительно крепче. У вас сбалансированная нормальная еда, то есть мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, и пару раз в неделю вы берете дополнительно Д3, цинк, и фактически каждый день, вот как мы обсуждаем, ягоды, салаты, чтобы был живой витамин С. И тогда ваша лейкоцитарная вся группа, то есть ваша иммунная система уже готова. То есть мы не ждем каждый день, кушая мед, чтобы типа не заболеть. Потому что если вы каждый день будете есть мед, у вас каждый день будет высокий инсулин из этого меда, и вы будете болеть, потому что у вас, понимаете, ну вот сама на себя обрушивающаяся история. Каждый день я съедаю 50 грамм меда, чтобы что? Чтобы получить 50 грамм сахара, ну что у меда относительно высокая гликемия, и тогда вашу иммунную систему он передает ей большой привет. Потому что еще раз, высокий инсулин, провоспалительный, дальше пошло от суставов до иммунной системы, но это абсолютно негодящаяся история. Я вас очень прошу, пожалуйста, с ионами серебра, пшикалки, полоскалки, разного рода форматы донесения этих серебряных вот этих настоящих разных, они есть и продаются вообще свободно. Их используйте. А мед оставьте для детей, если болит горло, а если кашель, то теплое масло какао. Так, состав нормального сыра. Молоко, закваска, соль. Там больше толком ничего быть не должно. Может ли дефицит витаминов группы В? Да, я вам только об этом говорил минут 10 назад. С вами интересно. Спасибо большое. Можно ли в баню, когда уже хватанул вирус? Да без проблем, даже хорошо. Смотрите, любое повышение температуры стимулирует иммунную систему. Почему, когда вы болеете, ваше тело повышает температуру, а мы с вами с упорством идиота пытаемся понизить температуру? По одной простой причине, потому что повышающаяся температура это дискомфорт, тебя морозит, знобит, тебе нехорошо, а ты выпиваешь что-то жаропонижающее, оно притупливает температурный респонс, соответственно, иммунная система хуже работает, но ты лучше себя чувствуешь. Самые западлянские такие препараты, это там, голдрексы, гриппексы, всякие в сошетках, которые там, горячий чай, это все парацетамол или ибупрофен, ребята, давайте не будем дурачить друг друга. С большим или меньшим объемом того или иного действующего вещества, каждый из которых обезболивает и понижает температуру, соответственно, ты будешь дольше болеть, потому что ибупрофен не лечит вирус. Ибупрофен обезболивает, парацетамол обезболивает, то есть у тебя болит зуб или болит по-женски, у тебя травма или у тебя там голова болит, ты пьешь ибупрофен или парацетамол, он везде, то есть он не выборочно, он везде в организме, через полчаса после выпитой таблетки, и он может притупить болевой респонс. И воспаление он тушит. С ОРВИ, вирусом и простудой этот номер не проходит. То есть смотрите, примерно такая история, да, у вас есть вдаль смотрящий на мачте, который должен, увидев айсберг, кричать. Айсберг прямо по курсу, меняем, да, значит, так сказать, капитан должен принять решение, на какой курс мы должны лечь, чтобы не в этот айсберг, да, врезаться. И вот представьте себе ситуацию, что вперед смотрящий матрос, который сидит там, да, в этом птичьем гнезде на верхней мачте, его попросили не кричать, даже если он увидит этот айсберг, потому что капитан спит. И мы такие, ну да, не будем кричать, капитан спит. Вот точно такая же история, да, мы не прокричали, потому что капитан спит, и мы все прекрасно, дружно утонули, потому что мы не оповестили заранее. В вашем теле точно такая же история. Мы просим организм не повышать температуру, потому что это дискомфортно, точно так же, как разбудить капитана, это дискомфортно, Но не дискомфортно не умереть всем в холодном океане, понимаете, из-за пробоины с айсбергом полученной. Вот точно такая же история у вас с иммунной системой. Вам дискомфортно озноб, то, что текут сопли слюни, дискомфортно то, что ломят суставы, дискомфортно любое повышение температуры, понимаете. Это очень неприятная и болевая история. И мы поэтому с вами научились жрать парацетамол и прочие другие препараты, которые понижают температуру, понижают воспалительный респонс, помогают тебе чувствовать себя лучше. А если туда еще, как большая часть из этих, в кавычках, замечательных специалистов, добавлять кофеин, другие ингредиенты химические, которые помогают тебе чувствовать лучше на 2-3 часа, и ты, о, батюшки, такая, собственно, же классно. И дальше вы каждые 3-4 часа пьете, и вы продлеваете свою болезнь. И дальше у нас осложнение, и дальше приведет антибиотики. Потому что антибиотики действительно работают тогда, когда в них есть необходимость, понимаете, какая штука. А парацетамол только гасит температуру, чтобы не было дискомфорта, но при этом температура изначально у тебя для того, чтобы активировать иммунную систему и бороться с патогеном. Понимаете, как это работает? Поэтому баня, горячий душ, ванна. Или просто, если вам припаскудно, вам не до бани, не до горячего душа, не до чего, вы легли, укутались, и там потеете, лежите в пижаме, чтобы потом эту пижаму переодеть, чтобы у вас постель там сильно не промокала. Или пледом еще, да, под этим, чтобы вы, там, пижама мокрая, плед мокрый, одеяло сухое и подать простыня, чтобы, да, потому что вам будет не до этого, вам припаскудно, вам плохо, вам дурно, вам неприятно, вам нужно потом ночью, когда вас ознобит, встать, снять вот это мокрое, бросить, одеть более сухое и под сухое одеяло залезть, чтобы вам не было припаскудно. Удален желчный, можно ли яблочный? Конечно, без проблем. Значит, как правильно пить глютамин для восстановления кишечника? По 5 грамм за полчаса до еды. По анализам повышен уровень стриптококков во рту, температура в норме, постоянно насморк, естественно, постоянно воспалительный процесс, и есть ролик на этот предмет, вот эта тема с серебром вам поможет. Так, только что вам ответил, яблочный уксус, вам можно, ферритин повышен, 210. Что означает? Означает, что ваша замечательная, любимая, не самая чистая печень накапливает этот уровень железа, параллельно с этим вы можете быть уверены, что у вас придет уровень наверх холестерина, и скорее всего гематокрит. То есть это всегда показывает, что у вас густеет кровь, и некорректно, ну, обмен веществ проходит. Ну, это может быть еще, конечно же, классическая менопауза, да, и у вас как бы все прекрасно, и вы в менопаузе, и поэтому у вас растет железо. Берите инозитол для вывода из леска железа. Так, в какой последовательности начинает восстанавливаться щитовидка? Сначала проходит воспаление, потом понижается гормон. Значит, смотрите, сначала должна быть чистая печень, чтобы корректно работала щитовидка. Дальше, с достатком минералов, у вас ТТГ модерирует Т3, и если Т3 достаточно, то ТТГ будет внизу, как у вас. Если Т3 слишком много, ТТГ будет вообще на полу, не как у вас. Если ТТГ слишком много, значит Т3 мало. Так, здравствуйте, вам тоже крепкого здоровья. Пожалуйста, пальцами наверх подпишитесь, поддержите, ребята, наши трансляции, потому что здесь мы работаем над здоровьем вашим. Каждый божий день над вашим здоровьем мы трудимся. В чем разница между ямлочным и кокосовым? Значит, у нас кокосовый дешевле, тоже мутный. Берите кокосовый, если у него PH 2,5-3, он вам точно так же будет работать. Так, спускаемся вниз. Как бороться с грязным воздухом, значит, после атак? Значит, вы в доме вашем должны иметь, опять же, если нет электричества, то какой вот этот вот ионизированный, вот эта вся эта история. Ничего вам не поможет в этом плане. Никакие анизаторы, если особенно отключения постоянные идут, электричество, значит, и проветривать тоже надо, понимаете? То есть, здесь есть и задымление идет сильное. Единственное, что работает, это то, что аналоговое, да, это сетки суперплотные на окнах. Суперплотные сетки. И в этом плане тогда вы ставите, опять же, если есть электричество, вентилятор на подоконник, и он у вас сосет, это суперплотная сетка, она хоть как-то частично будет защищать еще раз от крупных частиц пыли. Например, да, я там на сезонное цветение всех этих историй всегда, ну, у нас сетки стоят, всегда, потому что и насекомые, и прочая другая история. И, например, у нас тут рапсовые поля, просто их до черта вокруг у нас, мы в деревне живем, и когда цветение этого рапса, это просто катастрофа на самом деле. Количество пыльцы, у нас никого аллергиков нет, но если не сетки, вот как первый год, когда мы переехали, весь дом просто в этой пыльце, вот прям как такая вот она садится, как порох такой. Пожалуйста, вот эти сетки, это самый простой аналоговый формат, там есть противомоскитные, а есть противопылевые. И вот эти противопылевые, самый простой формат, если нет кондиционера, то просто вентилятор ставится, и он сосет, и эта сетка не пускает, то есть она работает своего рода как фильтр. Как быстро и эффективно чистить печень? Ну, смотрите, быстро и эффективно, только кошки родятся. Чтобы вам чистить печень, вам нужно, да, стратегию выстроить, стратегию, чтобы вы, простите, с голой пятой точкой не ожидали, что вы там сейчас за пару дней все порешаете. И я вас очень прошу, вот у меня есть последний видео герой, который вам это поможет проблему решить. Зашли в YouTube и спустились либо на мои ролики, либо потом в поиске, написали следующее. Алексей Ворон, сало, яйца, масло понизят плохой холестерин. Алексей Ворон, сало, масло, яйца понизят плохой холестерин. Или Алексей Ворон, сало, масло, холестерин. С вот этой аватаркой, нашли ролик, ему 4 дня, и вы смотрите от корки до корки основную главную тему. Дальше вопросы можете не смотреть, если вам будет неинтересно, но основную тему обязательно, это спасет вам жизнь. Если стоит сейчас у вас вопрос, как чистить печень, и как чистить печень быстро, значит, у нас уже есть повреждения, Значит, уже более 500 процессов, которые связаны с работой печени, нарушены. Если они нарушены, вы в непосредственном риске для вашей жизни. Те же инсульты, понимаете? Гормональный баланс, производство желчи. То есть ряд вопросов. Может быть, вы даже большую часть этих симптомов уже ощущаете. Но печень – это ключ, это центр, это основа, которую нужно адресовать. Так, как чистить печень на корневоре без овощей? Прекраснейшим образом будет на корневоре чиститься печень, потому что у вас печень становится хуже только из-за алкоголя, из-за только продуктов с высокой гликемией, из-за большого количества фруктозы, из-за лекарств, которые являются токсичными. То есть, когда вы на корневоре, а для тех, кто не знает корневоре, только продукты животного происхождения, у вас вообще такого, в принципе, понятия, как гликемический индекс, не существует. То есть, у вас идеальнейший, самый подходящий для человека формат питания. Кусок мяса, а салата нет. Он не вам решает ничего. То есть, кусок мяса, кусок сыра, там, какое-то яйцо, еще какая-то история. На самом деле, облегченный корневор – это помидор, огурец, и можно, да, вот немножко подсолить. Без лука, там, или там, даже без укропа, просто помидор, огурец. Или огурец без кожуры. Да, вот, вот тоже допустимая такая история. Оно не даст вам клетчатки, и никаких проблем от этого корневора не будет, но хоть немного скратит жизнь. Вот, и да, самое важное понять, что продукты с низкой гликемией, почему вот этот ролик, да, сало, мясо, яйца, масло помогают чистить печень. Потому что печень жиреет и ухудшает свою функцию от продуктов, еще раз, с высокой гликемией алкоголем. Если у вас, значит, замечательнейшим образом, абсолютно прекрасно, вот эти базовые продукты есть в вашем рационе, супер, абсолютно полностью поддерживаю. Не нужно париться, переживать, и все будет шикарно. Ваша печень от 90 до 120 дней обычно восстанавливается на фоне общего похудения. То есть, если у вас нет общего похудения, если оно нужно, опять же, не поймите, неправильно, если у вас, там, у девушки рост 165, а вес 55, и припаскудная диета, и мы знаем, что печень пострадала, то 90-120 дней печень будет восстанавливаться. Если у девушки рост, там, 167, а вес 90, а должен быть 55, то тогда она будет нуждаться не только в процессе, да, длительного, там, 90-120 дней восстановления печени, но и процесс похудения должен быть. То есть, если нет начатого процесса похудения, то и гипотозу жировому не за какой фиг, простите, пожалуйста, меня за мои французские, уходить из вашей печени. То есть, вам нужен зафиксированный калорийный дефицит, который спровоцирует ваш организм на использование калорий в жире, в энергию. То есть, вычистить печень можно только не имея лишнего веса. Понимаете, какая штука? Отсутствие лишнего веса не гарантирует чистой печени, но наличие его подразумевает по умолчанию, в принципе, что всегда вопрос будет. Очень много эктоморфов, худощавых, которые, к сожалению, пренебрегают правилами пользования тела, и они думают, ну, раз оно визуально у меня не откладывается в сало жир везде, значит, у меня как бы типа все нормально и никаких вопросов нет. Нет. И мы с вами делали только видео о том, как похудеть в проблемных местах недавно, да, если вы хотите, вы можете его посмотреть. Там я рассказываю про как раз октоморфов, мезоморфов, эндоморфов, про разные форматы. Значит, вот это видео, вот так оно называется, посмотрите, пожалуйста. Напишите в YouTube, Алексей Ворон, похудеть, значит, внизу живота и на руках, можно так написать. Видео называется, эксперт диетолог поделился самыми большими секретами бесплатно, значит, как вызвать похудение быстро. Это шикарнейшее абсолютно видео, опять же, куча крутых лайфхаков, как вы можете пользоваться и инвестировать, ребята. Но самое главное, пользоваться и инвестировать ваше здоровье вместе, каждый божий день вместе. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, инвестируйте в ваше здоровье. Для тех, кто к нам на 15 сентября идет, пожалуйста, под видео в YouTube и самый первый пост в Instagram, бегом регистрироваться в наш курс ПГМарафон, где я три недели с вами проживаю вместе, в очень расслабленном, конечно, формате, никто никого не заставляет. И там у нас свободная явка, и закрытые чаты, и дружная команда. Но три недели, ребята, это меняет жизни. Я вас прошу, можете к нам присоединиться, дерзайте, я беру всего 50 человек на ближайший сезон. Но вас 4 миллиона смотрит. Поэтому мы прекрасно понимаем, что большая часть работы будет производиться самостоятельно. Поэтому сейчас смотрите вот эти видео, инвестируйте, и каждый день вы пользуетесь главным инструментом, которого у вас бесконечное количество, ребята. Ваши эмоции, которыми мы руководствуемся, их у нас тоже бесконечное количество, но также у нас с вами бесконечное количество дисциплины. Это главная валюта, которой вы оплачиваете любой прогресс. Дисциплина, ребята. Болючая, да. Неприятная, тоже да. Но рабочая, на все 100%, ребята. Боль дисциплины или боль, к сожалению, чемпионы. Горжусь, обнимаю и до завтра. Спасибо огромнейшее.